Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я рад нашей новой встрече на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важном аспекте второй подкормки земляники. О первой подкормке земляники мы рассказывали еще в прошлом году. Она в своем составе содержит фосфаты, фосфор. Фосфор является одним из важнейших элементов питания для земляники садовой, да и для других растений, но сконцентрируем в своем внимании именно на землянике садовой. И обеспечивает и крупность, и крепость, и цвет, и аромат, и сладость плодов. Фосфор является тем элементом, который является труднодоступным для всех растений, в том числе и для таких деликатных, как земляника садовая. Многие блогеры советуют первую подкормку земляники и гарантируют, что вас завалит урожаем вообще до ушей, просто погибнете в этих сборах земляники. Использовать в первой подкормке азот. Органические подкормки делать с помощью помета, там выбраживать каким-то байкалом, еще какие-то вещи делать. Это все на самом деле советы очень опасные. Ну, может быть, для Краснодарского края, для юга там или юго-запада Украины, или юго-востока. Это нормально. Почему? Потому что там нет риска возвратных заморозков. Но в нашей зоне, я в Белоруссии нахожусь, риски возвратных холодов очень-очень высоки. Буквально до мая месяца, каждая ночь у нас была с морозом. И поэтому любое внесение азота в период, когда мы можем ожидать возвратных заморозков, вызовет усиленный рост молодых листочков, усиленную вегетацию. А, как вы знаете, накормленные азотом растения наиболее уязвимы и для заморозков, и для болезней, и для вредителей. Пережор вот этот вот азотом, он, к сожалению, значительно снижает устойчивость и земляники, и других растений перед неблагоприятными факторами, и биологическими, и просто небиологическими. Ну, температура, засуха такими. Поэтому я азот рекомендую включать во вторую подкормку. Конечно, существует множество различных комплексов, смесей, различных препаратов для подкормки. Ну, есть специальные для земляники, есть там азофоска какая-нибудь, которая содержит азот, фосфор и калий. Вот вторая подкормка должна содержать азот, фосфор и калий. Но, однако же, комплексные удобрения зачастую создаются путем спекания или физического просто перемешивания различных гранул. И нередко в состав подобного рода удобрений, ну, той же азофоски, там, нитрофоски и так далее, в них входит в состав хлор, содержащий удобрения, чаще всего в виде фосфор, калия хлористого. Для земляники в весенний период внесения хлористого калия и вообще хлоридов каких-то является абсолютно неприемлемым. Это весьма токсичный ион для земляники. И пользоваться такими удобрениями просто нельзя. Использовать, опять же, куриный помёд, там, навозную жижу, что-то ещё в этот период достаточно опасно. Они содержат недостаточное количество фосфора и калия и преимущественно содержат большое количество азота в органической и минерализованной форме. Из-за преимущественного внесения азота земляника может сбуять то, что, как в Беларуси говорят, сбуяло. Выросли вот такие вот листья огромные, высокие, и там некоторые подписчики радуются, ой, клубника земляника в колено выросла, вот такие листья ягод нет. Это тоже очень важно, потому что, несмотря на то, что земляника большая любительница азота, с азотом надо быть достаточно осторожным. Поэтому я предлагаю вам сделать безбалластный, бесхлорный состав для подкормки, второй подкормки земляники на основе двух всем известных удобрений. Первое удобрение – это монофосфат калия. Монофосфат калия не содержит азота, он содержит только высокие концентрации калия и фосфора. В то же время многие садоводы под давлением блогеров начали использовать нашатырный спирт, ну то есть аммиак, для подкормки растений. Совет очень опасный. У нас есть выпуск на тему, почему нашатырный спирт опасен для растений. Ну хотя бы сконцентрируемся на том, что нашатырный спирт, аммиак в чистом виде, крайне токсичен для корней. Особенно таких деликатных растений, как земляника и овощные растения, рассада и так далее. Я добавляю немножечко нашатырный спирт, но почему? Потому что почвы у меня на участке, а у меня абсолютно новый участок, первый год здесь, весьма-весьма кислые. И доломитка, мел, все будет вноситься, это очень хорошо. Но в зоне роста, первичного роста корней, ну скажем, деревьев, может быть, кустарников каких-то, там смородины, я чуть-чуть эту кислотность гашу. Хотя и земляника, и та же смородина любят более кислые, слабокислые почвы, но здесь достаточно кислые. Поэтому чуть-чуть, там чайная ложечка на 10 литров воды, допустимо, но не более того. А земляника требует, конечно же, побольше сейчас. Для того, чтобы стимулировать и рост листвы, и рост цветоноса, и все. Вторая подкормка должна быть сделана, когда вы уже видите цветоносы, но они еще не до конца распустились. Ну или земляника находится вот в начале цветения. Вот в этот момент нужно сделать вот эту вторую подкормку. Итак, для второй подкормки, земляники, вам необходимо взять столовую ложку удобрения, который называется монофосфат калия. Это будет источник фосфора и калия для ваших растений. Это очень важно, потому что сильно азотные подкормки, органика, зеленое удобрение, это все уже после сбора урожая. Сейчас такими удобрениями лучше, но не пользоваться, потому что вы можете нарушить баланс, концентрации рассчитать очень сложно. И переборщить сейчас с азотом, это означает снизить образование цветоносов, цветков, и вызвать и мелкоплодность, и малоплодность земляники, и вообще нарушить у нее все питание. Удобрение это монофосфат калия растворяете в небольшом количестве воды. Затем сюда надо добавить аммиак, погасить монофосфат калия. Монофосфат калия, такое хитрое удобрение, оно может присоединять к себе другие элементы. В частности, оно может присоединять к себе аммоний. Для того, чтобы проконтролировать, сколько этого аммония взять, ну я вам, конечно, скажу, сколько, но я к чему? Что у всех столовые ложки разные, у всех на глазок тоже разные. Сюда достаточно добавить небольшое количество, ну, например, смородиного варенья. Почему смородиного варенья? Потому что оно содержит антоциановые пигменты. Антоциановые пигменты являются прекрасным, природным индикатором кислотности или щелочности различных растворов. Как видите, раствор наш стал таким вот розовеньким, розовеньким, красивым. Ну, собственно, как нормальное смородиного варенья. Вы можете взять краснокочанную капусту, можете взять вишню, что угодно. Для наших целей это не имеет большого значения. И сюда далее надо наливать нашатырный спирт. Нашатырный спирт надо, конечно же, наливать только на свежем воздухе. Он приведет в чувство человека, который упал в обморок, понимаете? Поэтому в закрытом помещении, чтобы обратная реакция с нормальным человеком не произошла, его надо наливать только на открытом воздухе. И вот я потихонечку наливаю, 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 наливаю его. Вот пол столовой ложечки я сюда налил. Мало. Он еще не синий, даже не зеленый. Еще пол столовой ложечки сюда налил. И вот смотрите, если вы обратите внимание, наш растворчик постепенно темнеет, темнеет. Делается более синего цвета. Но я еще пол столовой ложечки сюда налью. И я буду наливать нашатырный спирт до тех пор, пока мой раствор не станет таким, ну, сине-зеленого цвета. Сине-зеленого цвета. Вот я уже две столовые ложки сюда нашатырного спирта влил, и он стал такого грязно-сиреневого цвета. Я думаю, что мне еще нужно влить сюда половину столовой ложечки нашатырного спирта, для того, чтобы полностью погасить монофосфат калия. Это очень хорошая штука. Нет, еще можно добавить немножко. Еще. Ну, то есть будет у меня уже полных три столовые ложки здесь нашатырного спирта. Что ж, я добавил полные три столовые ложки нашатырного спирта, и мой раствор из ярко-ярко такого розового стал такой основательно-голубовато-синий. Ну, он может быть цвет такой, ну, сине-зеленый немножечко. Это означает, что у меня аммиак полностью погасил монофосфат калия. И вот этого раствора надо разбавить на два ведра, вот на 20 литров. Я вот так пополам поделю этот раствор, и на один квадратный метр вылить по ведру вот такого вот раствора. Это самое, пожалуй, лучшее питье для земляники в период перед началом и в начале цветения, для того, чтобы поддержать тот потенциал продуктивности, который есть у ваших сортов, которыми вы пользуетесь, на посадках, которые уже плодоносят. И это вам гарантирует большой урожай. Ну, и в конце нашего выпуска я вам скажу свое мнение относительно удаления цветков, цветочной кисти у земляники для того, чтобы получить крупные плоды. Я видел такие советы, и могу вам сказать, что они меня расстроили, потому что у земляники есть сорта с однородным размером ягод. Это вимазанта, виматарда, другие современные голландские сорта, ну, и российской селекции, белорусские, ну, такие уже современные, промышленные. И есть сорта любительские, иногда старорежимные, у которых первые там две ягодки, а иногда одна, вот такие, вот типа гигантеллы, а остальные маленькие. Когда вы удаляете первый цветок на цветочной кисти, вы не увеличите, не увеличите крупность остальных ягод, вы удалите самые крупные ягоды. Не стоит делать этот прием. Ну, во-первых, на больших посадках он является крайне трудоемкий, да, на всех кистях повыдирать эти цветочки. Во-вторых, он травмирующий и открывает ворота для инфекции. И в-третьих, вот это крупный, крупная ягода, первая, вторая, а остальные мелкие, это генетические свойства сортов. Еще раз, вы не увеличите крупность других ягод в кисти, если удалите самые крупные в начале, которые формируются из первых цветков. Это не венечный цветок перца, да, это там, у земляники совершенно другая история. И нельзя переносить этот совет с разных культур на землянику. Не удаляйте здесь на плодоносящих посадках вот эти вот цветочки, не занимайтесь ерундой. Лучше сделайте хорошую, настоящую подкормку. Конечно, кто-то сейчас возмутится, ой, там, солями, там, аммиаком нас насытите, химия и так далее. Но это, понимаете, есть такая категория людей, которые не понимают, что и аммиак, и монофосфат калия, там, и всего остального, это нормальные, естественные компоненты и растительного организма, и нашего организма. Поэтому воспользуйтесь этой подкормкой. Конечно, если вы полностью противник минеральных удобрений, в этом случае вы, безусловно, можете использовать различную органику. Но имейте в виду, ошибиться в дозе, вызвать перекорм, пережор земляники, и тем самым нарушить баланс её питания, в этом случае, очень и очень легко. Что ж, ещё раз напоминаю, что любые минеральные органические подкормки надо делать только по пролитым грядкам. На этом я прощаюсь с вами, уверен, что урожай земляники будет наилучшей наших зрителей и подписчиков. До новых встреч!